добрый день дорогие друзья шаву а то хорошей недели мы продолжаем наше изучение торы и перед нами недельная глава беалатха очень интересная лава начинается она с храма с миноры написано что огорон будет зажигать минору и написано что минора сделано из цельного слитка золота выкована она до здоровья цветков интересно то что написано что к лицевой стороне миноры зажжет огорон светильники что это такое ну стоит минора поставили светильники как можно огонь направить какое-то определенное место это же не автогены не паяльная лампа что огонь направить куда-то вот наши мудрецы говорят надо светильники так расположить чтобы фитили в них чуть склонялись в сторону ствола для чего это нужно дело в том что храм не нуждается свете миноры даже если мы посмотрим как изготовлен мешкам стоит у нас помещение треть помещения это святая святых и святой святых стоит ковчег завета и завеса отделяет святая святых от святилища остального получается если минору зажигают с передней стороны храма то не везде будет свет ее мало того всевышний сказал что ее сжигают только с вечера и до утра а утром чистят светильники и зажигая смесь благовоний на маленьком жернике после этого зажигает опять огорон смесь благовоний и после этого минору зажигает на ночь так это работает в храме светло для чего же нужна минора только для того чтобы мы себя могли осветить возвысить для этого нам всевышний дал заповедь о миноре только для нас всевышнему не нужен свет миноры интересно что когда царь шлома строит храм за сионарный он делает окна такие что внутри они узенькие а наружу они большие показывают том что свет из храма озаряет весь мир то есть светлит из храма на весь мир так всевышний свете так устроил и из из не не нужен свет для храма так тоже вот интересно наши мудрецы это замечают показано что хочет насти сильный говорится что человек служил у хозяина своего преданного и это человек который являлся хозяин говорит я хочу прийти к тебе домой и отпраздновать посетите отпраздновать праздник у тебя вместе с тобой что делает этот человек он дома приводит дом в порядок все готовится все что он может и зажигает светильники свечи потом он видит что происходит приходит к нему его господин и с ноги несут его разные вкус вкусные вещи несут они разное явство вино и несут большие светильники со свечами уже зажженные и он понимает что ему стыдно что у него такие маленькие свечки поставленные и у пострали с теми и он берет и тушит свои свечи и складывает их в шкафчик все пришел его хозяин и он говорит а где свет как же ты меня встречаешь цвет света нет вот мне просто стыдно стало потому что твои слуги принесли огромные свечи и мои маленькие свечи как бы не смотрелись он говорит нет ты должен взять свои свечи сейчас зажечь я буду рад тем свечам которые ты сделал для меня зажег и также и всесильный он очень рад если мы зажигаем эту минору выполняем его заповедь заповедь может выполнить и только огорон могут выполнить его сыновья потомки его коины но так как огорон был первым и он с особым стремлением особое рвение выполнял все заповеди он пишет об огороне что огорон зажжет этот светильник так это работает светильник весь выкован из цельного слитка и написано 3 чернёной чашечки шар и цветок и выковать его так невозможно в этом почему невозможно допустим если сумеет выковать как сделать чернёные чашечки если минора изготовлена не просто золото из чистого золота и его переплавляли когда храм строили тысячу раз чтобы все примеси убрать как можно сделать часть миноры такого цвета часть такого то это было чудо маша скал сильными я знали биты мне показал изображение белым огнем по черному огню но я все равно не могу я сделать настолько она сложная и всевышний говорит ничего не найдет брось в огонь золото стукни по моему молотком и минора получится сама то это и сделал машет и минора была наутро готова вот так то есть это было очень сложно мало того что мало того что написано что она будет из кикара чистого золота со всеми и совками со всем со всеми преднадежностями светильниками вся чисто всего один кикар сколько это кикар ну больше чем 60 чем-то килограмм я не слышал обычно это берут как талант это 50 килограмм а можете себе представить минору которая идет со ступенечками как наших книгах рисуют мудрецы получается где-то метр девяносто два или метр девяносто четыре сантиметра высотой еще должен коин стать на ступенечки чтобы зажечь ее фитили и агрон был высокого роста и он мог достать нам все равно становился эти ступеньки зажигал эти светили то есть получается если это чистое золото она же мягкая она бы если сделать из 50 килограмм золото и такую минору тоненькие эти получается стебли этот ствол она бы под своим весом прогнулась и упала тем более еще на них на поставить светильники и масло залить чтобы всю ночь горела то есть здесь или чудо или никак как и все предметы храма поэтому мы знаем что сама минора это было произведение всесильного этого настоящее чудо вот так вот как и все остальные предметы храма и на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был западение души мойша бен давид берта бот исраэль клара бот сергей памяти павел бен эфим яков бен ахугл гербин григорий здоровья седла бот клара шолом йона бен сара шумон бен исхак инна бот мира борис бен мария мойша бен маня аня бот ривко и ган бен кира полина первого зая сура лена баклара давид бен стела женя бот ида рахель бот лилия анна бот и лена стела бот эфим бен эстер и на бот дора двора бот мемца и слава бен рахель моисей вен ева и иного двора юси бен раиса и не завод мэйл евгений берт и тафи робот она кинами елена и лена бот инесса ольга бот светлана йосиф дон бен сара тани бот фрида и до 3-го вани бен татьяна юлия бот бела яков йоси бен рахель шимон бен мира фейка бот берта аси бот года марк бенина ира бот вера ли он веклара рахами кларах она цифра бацара и да бен хайя а вива фильм бен соня манья майя бот фаина алексей бен ольга гая бацари пороса масла басла сгулла ирина батурия рода ронари бедри за хорошую духа ронари бен дворы дни звена худ мыгаль бацара хана бот абрагам рафаэль биллен бен лариса галлия бот гидалия по-наста ибрют лирмен райя анна бот александра марина бат рая бриз вен марина Алексей Бенаталия Всего хорошего Олегу Марченко Кому нужно просить имена Будем зачитывать на уроке В молитвах На этом наш сегодняшний урок Заканчивается Всем браха проноса Команам мазал то, что мы это время не грешили Читали Тору Всем желаю крепчайшего здоровья Пусть закончена эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь, что состоится завтра в 15 часов Шалом Субтитры создавал DimaTorzok